Друзья, всем привет! Вы на канале Epic Board Shop TV. У нас сегодня замечательный обзор на крепление, можно сказать, классика жанра. Это Burton Cartel и Burton Malavita 18 сезона. И вот сегодня я, конечно, постараюсь вам рассказать, в чем принципиальная разница между этими двумя моделями. Друзья, конечно же, не секрет, что крепление Cartel – это, пожалуй, одни из самых легендарных креплений в компании Burton. За то время, которое существует крепление Cartel, поменялось кучу разных моделей в линейке Burton. Но Cartel стоят как железобетон, и я думаю, что еще долго будут оставаться в модельном ряду компании Burton. Конечно, последние лет 5 многие считают, что на смену Cartel пришла модель Malavita. Что же отличает эти две модели? Основой любого крепления, естественно, является база. У Cartel база сделана из нейлона и в сочетании с 45% стекловолокна. Поэтому получается достаточно жесткая, легкая, отзывчивая база. А если же мы посмотрим на крепление Malavita, то база тоже сделана из нейлона. Но, как ни странно, процентное соотношение стекловолокна в этом креплении меньше. Она составляет всего 30%. Поэтому, если мы говорим с вами про базу, то база по материалам, именно по технологиям, она на креплениях Burton Cartel жестче. Следующая после базы идет, естественно, это хайбек. Хайбеки у Burton тоже очень технологичные, тоже очень интересные. Они асимметричные, то есть имеют определенную асимметрию. Здесь используется в хайбеках тоже материал нейлон. Ну, он, собственно, единственный как сингл, так называемый сингл компонент. Какое принципиальное отличие между хайбеками? Здесь мы можем заметить, друзья, что используется в качестве такого амортизатора на хайбеке, на стенке, которая прилегает к вашему ботинку, материал EVO. Один из самых популярных таких амортизаторов, виброгасителей. Действительно, это такая некая комфортная подушка, которая обеспечивает достаточно плотное прилегание хайбека, но при этом достаточно комфортное такое прилегание. У Malavita, конечно, эта технология тоже имеется, но она сделана чуть-чуть интереснее. Сверху, опять же, мы можем наблюдать с вами как раз материал EVO, но дальше, ниже, начинается так называемый гамак. Он сделан из полиуретана, из такой резины технологичной. И вот, собственно, эта резина, она, конечно, гораздо интереснее служит вот, собственно, вот этой самой прослойкой между вашим ботинком и хайбеком. То есть, получается такой прям фул полный контакт прилипания. То есть, хайбек очень плотно и четко ложится на задник вашего ботинка, подстраивается практически под любую геометрию ботинка. Это действительно очень крутая технология. Поэтому, если, грубо говоря, мы рассматриваем исключительно крепление Картель и Malavita с точки зрения базы и хайбека, практически, если не считать того, что база у Картеля чуть жестче, а у Malavita более интересно сделана технология гамака на хайбеке, то, в принципе, можно сказать, что крепление практически равнозначно. Даже в какой-то степени Malavita может быть более комфортное крепление. Следующая история, которая отличает крепление Картеля от Malavita, это стрэпы. У большинства брендов используются такие однокомпонентные стрэпы, как правило, сделаны из винила, других композитных материалов. И, собственно, Burton не стал исключением их технология, так называемый Hammock Strap. То есть, это такой некий гамак, который без швов, без швов, он не имеет каких-то дополнительных уплотнений. И получается, смысл этого стрэпа в том, что он полностью сразу ложится на ботинок. И когда вы начинаете застегивать клипсу, стрэп сразу моментально вас фиксирует. Это очень крутой стрэп, он очень легкий, очень плотный, удобный, эргономичный. То есть, действительно, прорыв такой. И многие, действительно, бренды, многие бренды креплений, они делают похожие технологии. Но у Malavita, скажем так, стрэп, он тоже Hammock Strap, но этот стрэп имеет несимметричную форму. И такая история помогает нам добиться определенной фиксации либо нижней части ботинка, либо верхней. Как же это делается? Если по умолчанию стрэп находится в таком положении, что он, именно большую часть прилегания находится именно на нижней части. И, соответственно, в таком положении стрэп будет фиксировать нижнюю часть ботинка. Но, если мы стрэп от правого крепления возьмем и перекрутим, и поставим его на левое крепление, а с левого на правый такой ченч проведем, то ситуация у нас поменяется. Вот эта часть, которая была внизу, она будет уже наверху, и, соответственно, она более будет именно фиксировать верхнюю часть ботинка и притягивать именно ботинок к хайбеку. И, соответственно, такая уже история подойдет для пайпа, либо для, собственно, для скоростных каких-то спусков. Это действительно такая интересная технология. Также новые клипсы, такие спиралевидные у Малавиты. Причем самое интересное, что в прошлом году картель был на таких же клипсах, но в этом году они сделали обычный, собственно, классический вариант. Ставили, вернули прежнюю, скажем так, историю. А Малавиту они, собственно, делают уже именно с такой системой, с такой спиралевидный ремешок. То есть, получается, что он у нас фиксирует с двух частей. То есть, с обратной стороны есть гребенка, и вот, собственно, с внешней стороны такая спиралевидная. Это тоже дает очень резкую, быструю застежку. Дальше про передний Кэпстрэп мы можем сказать, что также на Малавите используется спиралевидная как раз гребенка, спиралевидная гребенка клипса. И здесь у Малавиты единственное, конечно, в какой-то степени я считаю, что Кэпстрэп чуть-чуть поинтереснее. Он просто более эластичный, и он ложится более, так скажем так, равномерно практически на любую форму маска-ботинок. У Картеля Кэпстрэп тоже достаточно прикольный, эргономичный, но он сделан чуть-чуть попроще. Но это такие уже мини-ниуансы. Дальше, собственно, также на двух моделях используется такая уже ставшая популярной технология Flex Slider. Это когда ремешок, который держит стрэп, он как будто, знаете, в таком находится сломанном положении. Многие, кстати, думают, что это сломанный ремешок. Нет, это не сломанный ремешок, это действительно такая удобная штука. Вам очень легко встегиваться в крепление, потому что в какой-то степени очень часто мы ломаем с вами именно ремешки, и как и зубчатые, так и те, которые держат стрэп, из-за того, что в мороз наступаем на них ногами, это все порой может сломаться. И вот здесь сделано очень удобно, когда доска находится, скажем так, на земле, стрэп передний, верхний стрэп, он в таком как бы открытом состоянии, легко вставили ногу, застегнулись и поехали. То есть это такая очень удобная Flex Slider, и Бертман, кстати, на нее тоже дает на этот Flex Slider пожизненную гарантию. Собственно, как и на базу, хайбэк, это все действительно очень круто. Ну, там же следующее, что общего между креплениями картеля Malavita, это, собственно, AutoCamp, это такая платформа, на которой, собственно, вы стоите ботинком. Она сделана из материала Evo. B3 гель в пятке, как и у картеля, так и у Malavita. Максимальное виброгашение, очень хорошая передача энергии на доску, то есть все действительно очень круто. Мы рассматривали сами, друзья, крепления в версии Reflex, потому что на сегодняшний день компания Burton выпускает два типа креплений. Это EST, это, собственно, крепы, которые стоят только на доске Burton. И Reflex, это все крепления, которые стоят абсолютно на все сноуборды, в том числе и на Burton. Burton делает действительно гигантское количество настроек и регулировок на своих креплениях. Начиная от классической настройки угла наклона хайбэка. Также мы можем с вами настроить угол поворота хайбэка относительно канта. Также мы можем отрегулировать высоту стрэпа, чтобы больше фиксировать низ ботинка, либо, наоборот, притягивать его к хайбэку. Собственно, большой диапазон центровки стрэпов, как и верхнего, так и кэп-стрэпа. Педаль газа. То есть, действительно, Burton – это бренд, который никогда не брезговал, собственно, настройками. Если точно настраивать крепление под ботинок, то, действительно, ощущение от катания будет больше, лучше и интереснее. Также Malavita интересна еще тем, что она выпускается еще в нескольких дизайнах. То есть, у них есть так называемая коллаборация с компанией Red Wings. Это классическое крепление Malavita, но стрэпы выполнены в дизайне с кожи компании Red Wings. То есть, это для фанатов, собственно, этого бренда, для стиля, которые хотят, скажем так, покозырнуть на курорте таким коллаборейшеном. И, собственно, есть также у компании Burton еще ботинки Burton Ion, которые тоже есть в дизайне Red Wings. И для фанатов джибинга, для фанатов джибинга, мы тоже можем рекомендовать вот такое крепление, wing такой. Это такая очень дополнительная боковая, очень крутая дополнительная боковая поддержка на хайбеке. Те, кто любит супер какие-то прессы, слайды и прочее на фигурах, действительно, это дает определенный тоже комфорт. Друзья, вот примерно такой обзор на крепление Burton 18 сезона. Картели Malavita. Надеюсь, что вам понравился наш обзор. Подробнее об этих моделях вы можете почитать на нашем сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.